Не обманитесь, поверив в обещания депутатов, предупреждают эксперты. Новый созыв ограничен в полномочиях, их делом будут законы, а дороги и зарплату нужно требовать с Кабмина. Только для освещения и работы бытовых приборов, но не для обогрева трехфазником пломбируют котлы, если нет разрешения на отопление электричеством. Улов разный, преступление одно – кража. Граждане жалуются на участившиеся нападения домушников и барсеточников. У одних украли мелочь, у других – все сбережения и ценности. Новости. По предварительным данным, он вымогал деньги у осужденного, отбывающего срок уголовного наказания. Какую сумму он требовал, неизвестно. Взамен обещал подготовить материалы на его перевод в колонию-поселение или условно-досрочное освобождение. Одни работают по наводке аккуратно, другие повсюду оставляют следы своего преступления. Граждане жалуются на воров, которые обчищают их квартиры, дома и автомобили. Ни замки, ни заборы, ни сигнализации, ни камеры внешнего наблюдения не пугают злоумышленников. Они не просто выносят деньги и ценные вещи, но и мудряются избежать наказания. Один из таких вопиющих случаев произошел в жилмассиве Колмо. На видео отчетливо видно ограбление и грабителей. Но милиция, найдя подозреваемых, отпустила их за отсутствием доказательств. Абсурд. Еще одна массовая кража случилась минувшей ночью. Сразу около десятка машин обокрали барсеточники. Они били окна авто и забирали из салонов все ценное. 19 августа в жилом массиве Кульмы города Бишкек по улице Беремдик-19 был ограблен частный дом. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что грабители дожидались момента, когда дома никого не будет. Это было 10 утра. И грабители пробрались в дом через вот этот невысокий забор. А вот и те самые кадры с камеры видеонаблюдения дома напротив. Видно, как мимо проезжает серый автомобиль, после чего двое неизвестных перелезли через забор и оказались на территории дома. Хозяин говорит, что бандиты украли 250 тысяч сомов и все драгоценности. Джалалбек Садыков хозяин этого дома. Он говорит, что в тот день с женой с утра поехал по делам. При этом заметил, что двое парней долго смотрели им вслед. Вечером неладная обнаружила дочь Джалалбека. Пластиковое окно в спальне было открыто, а антимоскитная сетка валялась на земле. По словам Садыкова, милиция быстро нашла водителя машины и одного из парней, которые проникли в дом. Выяснилось, что один из них недавно сидел в тюрьме за разбойное нападение. Но, к сожалению, воров также быстро отпустили из-за того, что при обыске не были найдены вещественные доказательства. Девушка, следователь, она мне говорит, мы, говорит, посадить его никак не можем. Почему? Он говорит, когда мы, говорит, искали у него в машине эти украденные вещи. А, вещественные доказательства. Вещественные доказательства отсутствовали, говорит, не было в машине. А закон нам не позволяет задерживать его или закрывать как-то. Поэтому, говорит, мы отпустили. Я говорю, так, как это получается, тогда я смело хочу идти к кому-нибудь, у кого-нибудь украть, что-нибудь куда-нибудь продам. Потом карман выверну, скажу, вот покажи, найди. Если найдешь, твое. Если не найдешь, это мое. Так что получается? Газ вот так. Жалбек говорит, что обращался даже в прокуратуру. Но там тоже ответили, что без вещественных доказательств следователь не может посадить подозреваемого. И это при том, что на видеозаписи все преступления в деталях. Хорошо, если бы меня дома не было. Если бы я дома спал, вот как же вы сейчас пришли, я дома спал, да? И они зашли, что было бы? Следствия какие-то были бы, да? Они могли бы полностью убить меня, правильно? Грабители находились в доме 39 минут. За это время они успели перевернуть абсолютно весь дом в поисках денег и ценных вещей. Все забросано. Я боюсь домой даже заходить. Вот это спальня. Окно было открыто. Сетка оторвана. Вот эта кровать вообще вся перевернута. Все, что было в шкафах и тумбочках, было вывалено на пол. Вот шкатулка, в которой были украшения. В ней, как вы видите, ничего не осталось. А здесь были украшения моей дочери. Я уже не помню, где старые были, где новые. Вот, посмотрите, все пусто, нигде ничего не оставили. А это комната моей дочери. Здесь тоже все перевернули. Хоть шубу оставили. На кухне тоже был бардак. Высыпали кофе из банок. Сахар и все, что было в кухонных шкафах, видимо, тоже искали заначку. В последние 3-4 месяца в Бишкеке выросло количество мелких краж. Насчитываются десятки фактов воровства из машин. Какие-то вскрывают двери, другие просто разбивают окна. И в считанные секунды вытаскивают все, что попадается под руки. Сегодня в соцсетях распространили фото и видео массового ограбления. Жители 12-го микрорайона столицы показывают разбитые стекла автомобилей. По их словам, за одну ночь, неизвестные таким варварским образом, обчистили более 10 автомобилей и похитили из них ценные вещи. В Октябрьском РОВД нашему телеканалу сообщили, что к ним накануне обратился житель микрорайона Асанбай, у которого в ночь с 6-го на 7-е октября таким же образом повредили автомобиль. Из Тойоты украли 12,5 тысяч сомов, после чего воры скрылись. Факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 200 кража Уголовного кодекса Кыргызской республики. В настоящее время сотрудниками Октябрьского РОВД проводятся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию причастных лиц к совершению данного преступления. Домошники и барсеточники – не единственная напасть. Стало больше и рэкета со стороны ОПГ, как когда-то в 90-е. Из последних случаев задержанный по кличке Малик под угрозой насилия и шантажа получил от частного предпринимателя в Базар-Кургонском районе 80 тысяч сомов, забрал золотые изделия и мобильный телефон – всего на 100 тысяч сомов. В Генеральной прокуратуре говорят, что в Кыргызстане за 8 месяцев с начала этого года было зарегистрировано 10 585 краж и 86 разбойных нападений. В прошлом же году за аналогичный период было зафиксировано 6 831 кража и 105 разбойных нападений. Цифры говорят за себя. Многие связывают увеличение количества краж с безработицей. По данным НАДСТАТКОМа, в прошлом году численность безработных в стране составила 156 300 человек. Но если верить неофициальным данным, то в стране безработных насчитывается почти полмиллиона. Предпринимателям Баткинской области и зон, которые считаются пострадавшими в военных событиях с Таджикистаном весной этого года, отменили налоги. Эти события на границе признаны чрезвычайными обстоятельствами, подпадающими под определение обстоятельства непреодолимой силы, говорится в сообщении Кабинета министров. В связи с чем, на период с 1 апреля по 31 декабря текущего года все бизнесмены, ведущие деятельность на территориях, где именно и произошел конфликт, освобождаются от уплаты подоходного налога на прибыль, на добавленную стоимость, налога с продаж, на основе добровольного и обязательного патента, единого налога. Не будет начисляться и пеня. А вот тем, кто в Баткене ведет незаконную предпринимательскую деятельность, а именно занимается контрабандой, теперь будет опасно продолжать это делать. Полномочный представитель президента в области Абдекирим Аламбаев заявил, что люди не понимают слова, и когда милиция и пограничники делают предупреждение, требуют подчиниться закону. Нарушители вместе с контрабандным грузом устраивают побег. Начинаются гонки только, чтобы окольными путями добраться до пункта назначения. Алимбаев заявил силовикам, чтобы те в случае неподчинения правоохранительным органам применяли оружие против контрабандистов. Только за сентябрь в Баткенской области выявлено 50 фактов контрабанды. Так, в числе крупнейших случаев 22 тонны винограда, 400 килограммов кукурузы, 3,5 тонны лимонов и 3 тонны конфет на сумму около миллиона сомов. Все это везли через неописанные участки границ, без документов. Цена за уголь, очевидно, завышена искусственно. Это признают и в Кыргызском море, и в мэрии Бешкека. И речь о безосновательной накрутке не менее чем в тысячу сомов. Так, по информации Кыргызского мор, тонну с Каракиче по-прежнему отпускают по 1330 сомов. Но если раньше перекупщики добавляли к стоимости максимум 1000 сомов и с учетом доставки продавали населению по 3500 или 3800 сомов, то теперь они накидывают минимум 2000. Ссылаются на подорожание ГСМ и запчастей и еще добавляют 500 сомов за хранение на складе. В итоге, пользуясь ажиотажем в связи с отопительным сезоном, население у посредники реализует твердое топливо по 5500 сомов. Граждане и чиновники требуют, чтобы ситуацию взяли на контроль в госантимонополии. А там лишь отследили динамику роста цен, и по результату их анализа выявили повышение всего лишь на 120 сомов за тонну угля с отечественных и на 125 сомов на импортное топливо. Между тем, в дефиците уголь. На месторождении в эти дни наблюдается вот такая картина. Сотни грузовых машин хаотично стоят в очереди на погрузку. Перевозчики жалуются, что подъезды к угольным забоям не подготовлены. Дороги разбиты, погрузочной техники мало, организация отпуска угля плохая. Котел есть, а тепла от него нет и не будет. На отопительное оборудование контролеры устанавливают пломбы, которые, как предполагается, не позволят владельцам домов обогревать их электричеством. С ним в стране кризис. Речь идет о так называемых трехфасках. Компания «Северэлектро» обходит абонентов не только из числа жилых домов, но и коммерческих объектов тоже. Даже если к строению подведено такое электроснабжение, в документах должно быть указано, что есть разрешение на его использование для обогрева. Рейды начались недавно. Одна группа контролеров за день обходит лишь несколько домов. Но эти проверки показывают, что многие перешли на газ. Первый объект, куда сегодня заглянули энергетики – оздоровительный центр, расположенный в бриз улицы Горького. Сотрудники компании «Северэлектро» обходят своих абонентов, проверяют, обогревают ли они строение или помещение электричеством. Напомним, в этом году на это строгий запрет, если у абонента нет на это специального разрешения. Здесь специалисты опломбировали электрический котел. Пару минут и готово. Наведывались они сюда неделю назад, проводили разъяснительную работу. В администрации объекта пожали плечами и сказали, что давно пользуются альтернативным топливом – угрем. «Экономия, мы как бы не против, мы без этого обойдемся прекрасно». «А какая альтернатива у вас отопления электричества?» «В принципе, электричеством мы и так и не отапливались. У нас изначально была вот эта печка, это поставили на крайний случай, то есть если там что-то, если не будет угля или поломается эта печка. Но так и не дошло дело, чтобы запускать ее, то есть мы ей и так и не пользовались. Нам так и выгодно углем и полностью. Все, но не электричеством». Следующий объект – здание кафе на пересечении улицы Ерколова и Байтик-Баатыра. И здесь контролерам пришлось ставить пломбы. Как отметила администрация заведения, электричеством объект не отапливают, только газом. По Октябрьскому району трехфасками пользуются более 6000 абонентов. У 730 из них нет разрешения на отопление электричеством. Если кто-то из них незаконно пользуется электрокотлом, то мы их отключаем, проводим разъяснительную работу. Многие абоненты брали разрешение на использование электричества для освещения и пользования бытовыми приборами. Но не для отопления. Мы обходим тех, у кого нет разрешения. Лимит потребления по району – полтора миллиона киловатт-часов. Лимит превышен почти в два раза. Поэтому мы проводим рейды. А тем временем другие сотрудники обходят частные дома. Проводят проверки на то же самое. У кого тейны греют воду в системе отопления. Заодно проверяют, не превышен ли лимит потребления. По району ГЭС-5 на учете у нас 433 дома с трех вазками. Мы уже обошли более 60. Провели разъяснительные работы, чтобы граждане использовали меньше электричества. Большая часть населения старается экономить. Переходят на другие виды топлива. Дрова, уголь. Граждане, к которым заходят специалисты, говорят, что электричеством не пользуются. Показывают топку, полную угля или дров. Отметим, абонентов у компании «Северэлектро» более полумиллиона. Свыше 30 тысяч из них – это юридические лица. Отметим, ранее энергетики призывали население разумно потреблять электроэнергию. Но из-за наступивших холодов граждане стали ею чаще пользоваться. По данным на 6 октября, суточное потребление электроэнергии составило почти 40 миллионов киловатт-часов. При лимите – в 32,5 миллиона киловатт-часов. Анастасия Соболева, Ирлан Кемельбеков, НТС. Тем временем столица Кыргызстана после первых нескольких дней отопления снова вернулась в рейтинг самых грязных городов мира. Об этом свидетельствуют данные ресурса World Air Quality. Бишкек оказался в десятке городов с самым вредным воздухом. На восьмом месте. Индекс качества воздуха на отметке 123, что означает «нездоровый для чувствительных групп». Между тем, на территории крупнейшего города Кыргызстана в нескольких местах установлены внутренние стационарные датчики. Они также фиксируют показатели загрязнения. Они связаны с платформами в интернете, где можно посмотреть, какие районы наиболее загазованы. Не покупаться на обещания про золотые горы, про повышение пенсии, зарплат, про новые дороги и школы. Законы. Это все, что смогут сделать для своих избирателей новые депутаты. Выборы все ближе, но агитация еще не началась. Тем не менее, многие из кандидатов уже прибегают к старым методам. Чего только не обещали гражданам кандидаты на прошлых выборах. Но все осталось на словах. Это при том, что у прошлых созывов были реальные полномочия реализовать свои обещания. Ведь именно парламент назначал премьер-министра, формировал правительство, утверждал бюджет и прочее, посредством чего можно было реализовать свои программы. Теперь же функции Джугар-Кукинеша сведены к минимуму, а именно к законотворчеству. И только защитой прав и обеспечением возможностей через законы депутаты смогут помочь своим избирателям. Сегодня баллотируется в ЖК чуть менее 70 партий и 145 одномандатников, из которых всего 6 женщин. На сайт Политмер Кейджи и здесь более 2000 обещаний зафиксировано. Они как раз сцепятся во время выборов, да, парламентские, президентские, местные выборы. По информации сайта Политмер Кейджи, треть обещаний, которые уже сегодня, в преддверии предстоящих парламентских выборов, раздают партии кандидаты, уже были озвучены перед выборами в Джугар-Кукинеш в 2015 году. Завершающий свою работу шестой депутатский состав давал 500 обещаний. Большинство из них по экономической части. Было много и тех, кто обещал решить социальные проблемы, навести порядок в госуправлении, искоренить коррупцию, защитить права человека. Но на сегодняшний день все эти обещания реализованы лишь на 32%. Остальные так и остались на словах. Ну, бывают очень-таки нелепые обещания, типа, я буду работать 24 часа в сутки, я вас сделаю очень богатыми, да, то есть вы только проголосуйте за меня, и вы разбогатеете. Или, допустим, бюджет, дефицита бюджета не будет. Школы, детские садики, в каждом районе это все будет. Там чистая вода будет в каждом селе, да, вот такого рода обещания. Такие громкие звучат. А по факту, когда уже начинаешь проверять, то мы видим, что это просто популистки, да, в итоге получаются. Перед парламентскими выборами 2015 года своими популистскими обещаниями запомнились многие партии. Одна из них обещала начать борьбу с ОПГ и полностью очистить общество от криминалитета. Даже целую программу по этому поводу предлагали. Но 6 лет пролетели, а ощутимых изменений нет. Другая партия, которая тогда прошла в ЖК, обещала повысить зарплату учителям до 400 долларов, а это примерно 33 тысячи сомов по нынешнему курсу. Это же политобъединение обязалось поднять пенсии и пособия до уровня казахстанских и российских. Но, увы, эти обнадеживающие заявления не были реализованы. Сегодня учитель в среднем получает от 13 до 15 тысяч сомов, а пенсионер около 6 тысяч. Пожалуйста, ответит. Как вы думаете, насколько парламент выполнил свое обещание? Какое обещание не выполнил? Помните ли вы? Мне кажется, вообще ничего не выполнил. Обещания все дают, но и никто не выполняет. Все партии? Ну, наверное, да. Да? Конкретно ничего же нету из обещанного, сделанного. И какую оценку вы ставите? Неудовлетворительно. Работа их ни о чем. Ни о чем? Ну, вообще. Ни одна партия? Ни одна партия, да. То есть вы ставите какую оценку? Два. Джамин Акималиев до 2000 года три раза избирался депутатом Джугур-Кукинеша. Он был в составе легендарного парламента. По словам Акималиева, за 33 года его законотворческой деятельности он давал всего лишь три обещания. И все три исполнил. Сейчас у нас другое время. Сейчас другая система управления. Если с 2010 года у нас была парламентская система управления. Действительно, руководит страна Джугур-Кукинеша. То сейчас этого нет. Сейчас президентская система управления. Сейчас парламент лишился много своих функций. И согласно которым они давали много обещаний. Сейчас надо давать обещания только в рамках законодательства. В рамках своей функции. А главная функция Джугур-Кукинеша – это законодательство, законотворчество. Через три недели стартует агит-кампания. 29 октября каждая партия и кандидаты, одномандатники начнут ознакомливать избирателей со своими программами. По словам аналитиков, по новой конституции Джугур-Кукинеш не формирует кабинет министров. Депутаты не наделены правом предлагать своих претендентов, члены правительства. Не влияют и на бюджет республики. Другими словами, лишены всех рычагов в исполнительной структуре, которая по сути и занимается школами, дорогами, пенсиями и прочими бытовыми вопросами. Учитывать это должны и избиратели, и сами кандидаты, когда будут делать свои предвыборные турне в рамках агит-кампаний. Те партии, которые пять лет назад в городском Кемеша-Бишкеке обещали бесплатный проезд, они не выполнили. А те кандидаты, депутаты, которые прошли через эту партию, на этот раз прошли через другие партии и сделали пресс на 15-м, даже повысили цены. Поэтому надо смотреть, в список кандидатов надо смотреть, кто эти люди. Они сдерживают свои обещания или нет, или вообще другое делают. Вот на это все надо обратить внимание и сделать выбор. В ЦИКе напоминают, что кандидат в депутаты, являющийся экс-чиновником, не может вносить в предвыборную программу наработки, которые у него накопились за время госслужбы. Если такие случаи будут выявлены, то партию или кандидаты-нарушителя могут отстранить от гонки за место в ЖК. На сегодняшний день число кандидатов по одномандатным округам достигло 150. Двое из них от партий, остальные – самого движенца. ЦИК принимает уведомления до 13 октября. Ученики школы номер 67 первыми в столице в этом новом учебном сезоне попали на карантин. То, что школа закрыта, подтвердили в мэрии. Там сообщили, что ранее был диагностировал ковид у двоих старшеклассников. Это ученики 11 и 9 классов. А после вирус подтвердился и у одного преподавателя. В муниципалитете добавили, что по алгоритму, если на один инкубационный период приходится три случая, то учебное заведение переходит на онлайн-обучение. С сегодняшнего дня школа будет учиться на дистанционке. После того, как будет выдержан карантин, учебное заведение снова вернется к традиционному режиму работы. Это первое школьное учреждение, которое было полностью переведено на удаленку с начала учебы. Ранее закрывались только отдельные классы. В настоящее время всего в школах Бишкека закрыты на карантин 11 классов. ОРВИ, грипп, сезонные осенние болезни набирают обороты в республике. Холодная погода, которая несколько дней наблюдалась по республике, дожди и снег в том числе, повлияли на состояние здоровья каргастанцев. Только по Бишкеку за последнюю неделю врачи фиксируют почти полторы тысячи диагнозов после обращений граждан к врачам. Почти в два раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Однако медики отмечают, что это лишь верхушка айсберга. Граждане лечатся на дому или же переносят болезнь на ногах. На Бишкеке имеется в наличии почти 15 тысяч доз вакцин против гриппа. Получить ее можно в ЦСМ. Ни мигалка, ни сирена машины скорой помощи не остановила водителя-внедорожника на перекрестке. В итоге два транспортных средства столкнулись и число нуждающихся в помощи возросло. ДТП произошло накануне в городе Карабалта. Тойота Ландкрузер, несмотря на все включенные должным образом проблесковые маячки и сигналы, не пропустила карету скорой помощи с пациентом на борту. Об этом рассказывают очевидцы, которые были в этот момент близ перекрестка, где и случилось столкновение. Это улицы Коджимбердеева и Карла Маркса. В Минздраве сообщили, что реанимобиль вез больного в реанимацию. Фельдшер госпитализирован в отделении травматологии, больная госпитализирована в отделении реанимации. Машина от удара упала на бок, медтранспорт поврежден. Отмечается, что эта скорая всего лишь полгода, как пришла для обслуживания пациентов. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok